Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. В этой истории речь пойдет о лучших чувствах, которые присущи людям. Вы сможете поверить в настоящую любовь, которую хотел бы пережить каждой. В феврале 2016 года не стало одного человека. Он умер в возрасте 51 года из-за разрыва артерий. Его жена очень горевала из-за большой потери. Чтобы не впадать в отчаяние с концами, она решила занять себя работой. Ей так было проще переносить смерть своего возлюбленного. Их отношения были очень трепетными. Мужчина всегда оберегал ее и очень сильно любил. Чтобы хоть как-то изменить ту обстановку дома, женщина решила сделать ремонт. Помогал ей в этом их сын Федор. Хотя он и не был специалистом, но какой-то толк в такой работе был. Отец был профессиональным плотником, поэтому он научил правильно обращаться с деревом, поэтому он с легкостью мог отремонтировать мебель или стулья. Во время ремонта Федор заметил, что стол, за которым постоянно работал его отец, был немного сломанным. У него едва держалась ножка. Ну вот парень и решил ее починить. Он залез под стол, чтобы заняться ремонтом. Но под ним он увидел надпись, написанная красным маркером. Чтобы разобраться, что там было написано, Федору пришлось перевернуть стол другой стороной. Когда он это сделал, он увидел надпись, которая была адресована его матери. Он сразу же побежал за своей мамой. Ведь это ей было посвящено. Перед тем он сфотографировал это и выложил в социальные сети, чтобы много людей узнало о такой искренней любви. «Я очень сильно люблю тебя, Бекка. Я не знаю, в какой день ты прочитаешь это послание, но я хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю. Я благодарю Бога, что Он послал тебя для меня. Я прожил счастливую жизнь и очень рад, что ты была частью моего счастья. Старался, чтобы ты всегда была улыбчивой и чтобы в твоей жизни не было никаких плохих моментов. Я хотел тебя оберегать, потому что очень сильно тебя люблю. Я всю жизнь мечтал, чтобы я стал для тебя тем, кто ты есть для меня, настоящей опорой и поддержкой в моей жизни. Если я сумел это сделать, то я буду самым счастливым человеком в жизни. Люблю тебя, моя лучшая». После того, как женщина прочитала эти слова, она очень сильно расплакалась. Мужчина очень хорошо относился к ней при жизни, что даже нашел способ, как тепло согреть ее после его смерти. Ей было приятно услышать такие слова именно в такой период в ее жизни. Она почувствовала, что муж помогает и оберегает ее даже тогда, когда его нет рядом. Мама с сыном не могли оставить эту надпись просто под столом. Как бы им было не жалко этого стола, но его пришлось испортить. Сын отрезал те две доски, на которых было написано послание и поставил их в рамку. Федор сказал, что его семья очень тяжело переживает потерю отца, но это послание помогает им справиться с этим горем.